На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу обсудили ситуацию в Чувашии и актуализировали задачи на ближайшее время. Первое и главное – реальная готовность коечного фонда специализированных стационаров. Сегодня их 609. Однако некоторые койки подолгу заняты, так как пациентов не могут выписать из-за задержки результатов анализов на COVID-19. Ввиду задержки результатов анализов в лаборатории Центра гигиены, мы не можем выписать пациентов даже при условии окончания их карантинного срока. Что касаемо запасов тестов и реактив на проведение исследований, они на сегодняшний день в лабораториях подвинутых в Министерство здравоохранения имеются сроком на 6-7-3 дней. Но в рамках заключенных контрактов поставщики, то есть две компании, которые поставляют по заявкам непосредственно в лабораторию. И по мере завершения реактивов и тестов они поставляют, то есть надеяться перебоев не будет. Олег Николаев потребовал ускорить проведение исследований на коронавирус, чтобы не держать пациентов с отрицательными результатами в стационарах. На лабораториях, пожалуйста, оперативное исследование этих людей, потому что это же, получается, вот вы сами сказали, динамика у нас достаточно серьезная. 43 сегодня, завтра, возможно, будет 35. Ну, дай бог, будет меньше. Ну, и при этом 51 койка у нас занята здоровыми людьми. Здесь очень важно, как бы, вот этот оборот обеспечить. Тем более, это, честно говоря, очень хорошая положительная статика. Сразу же 51 человек, которые выздоровели. В Минздраве отметили еще один вопрос, который требует урегулирования. Это дезинфекция квартир, где находится больной с COVID-19. Участники Оперштаба отметили, что гражданам необходимо проводить заключительную дезинфекцию своей жилплощади силами специализирующихся организаций. Для защиты жизни и здоровья самых уязвимых правительство республики предприняло особые меры. Были подписаны главой указа о введении режима изоляции в 31 доме-интернате для престарелых и в трех домах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Режим изоляции введен также и для сотрудников этих организаций. Для обеспечения деятельности питания из резервного фонда выделено около 48 миллионов рублей. Еще одна тема – стабилизация экономики. На этапе выхода из самоизоляции разрешат работать небольшим заведением общепита. Распотребнадзор подготовил соответствующие рекомендации. Предположительно, это будут кафе площадью меньше 50 квадратных метров. Отметим, что сейчас разрешено работать только сервисом доставки или еды на вынос. При этом банкеты в это время придется запретить. Важным на сегодня остается соблюдение гражданами норм самоизоляции. В Чебоксарах выявлено 58 нарушений режима теми, кто обязан дистанцироваться. По причине несоблюдения санитарных норм суд приостановил работы филиала компании по производству сантехники в Новочебоксарске. Также в республике в условиях режима повышенной готовности установлены особые порядки передвижения лиц и транспорта. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.